Красная площадь. Мысли о Дне Победы. Сан-Кейсенбун, Япония. Юй Тянода. Сан-Кейсенбун, Япония. 25 мая 2019 года. 9 мая в России празднуется День Победы над Германией в Великой Отечественной войне, которая является частью Второй мировой войны. В этот день по всей стране проходят военные парады. Повсюду можно видеть людей с флажками, символизирующими победу. По телевизору весь день показывают интервью с родственниками погибших в ходе боевых действий. Россия и Япония имеют разные позиции по отношению к войне. В Японии 15 августа не устраивается никаких торжеств, поэтому российское праздничное настроение вызывает некий дискомфорт. Между тем в России, где мало опор для народной сплочности, День Победы дает прекрасный шанс администрации Путина создать атмосферу национального престижа. Возможно, замыслы властей обернулись успехом, поскольку в последнее время доля россиян, которые считают русских великой нацией, выросла до 64%, хотя через год после развала СССР в 1991 году она составляла всего 13%. Число респондентов, согласившись с тем, что Россия – великая держава, также увеличилось с 30% до 70%. Есть вероятность, что на фоне экономического кризиса Россия на порядок усилит пропаганду в военной сфере. Свобода слова также постепенно ограничивается. Россия возвращается к однопартийной системе, существовавшей в советское время. Тем не менее, мне попадались статьи таких изданий, как «Ведомости» и «Новая газета», в которых говорилось, что в последние годы День Победы – не День Скорби, а еще одна возможность для пропаганды властей. Прочитав их, мне стало немного легче. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.